Его уважают соперники на дорожках, на него равняются мальчишки. Чебоксарис, шестикратный чемпион России по лёгкой атлетике, наш коллега Николай Иванов стал призёром четвёртых европейских ветеранских игр. Соревнования с участием шести тысяч спортсменов со всего мира прошли в Италии. Наш земляк привёз два серебра и одну бронзу. Как дались километры и что оказалось самым сложным? Со спортсменом встретился Рифат Фаткулин. Для Николая Иванова лёгкая атлетика – это образ жизни. В своей 61 он пробегает по пять километров в день, отжимается и качает пресс. На вид ему не больше 50, а со спины не отличить от молодого человека. Спортивная жизнь легкоатлета началась ещё в школе, потом профессиональный спорт и победы. В соревнованиях ветеранов-легкоатлетов Николай участвует с 2005 года. Не раз становился чемпионом города, республики и страны. На европейский уровень вышел впервые. Николай Михайлович считает – в движении секрет бодрости и молодости. При занятии бегом у человека выбрасывается специальная эндорфина. Это по-другому гормоны счастья, гормоны удовольствия. После бега становишься ты, такое хорошее настроение у тебя появляется. И настрой на целый день, скажем так. Это мне всё мотивирует, вот эти вот понятия, и вообще, вот это, что я делаю, это мотивирует меня заниматься этим видом спорта. А вторую очередь, конечно же, у меня не только для здоровья занимаюсь, а занимаюсь для результата. Добиваться, чтобы хорошие успехи у меня были в спорте. Дома у Николая Иванова около сотни медалей. Среди этого звенящего многообразия теперь появились награды европейского уровня. Самым сложным в ветеранских играх такого статуса, признаётся Николай Михайлович, оказался полумарафон. Там он финишировал вторым, преодолев за 1 час и 25 минут 21 километр. До золота не хватило примерно двух минут. Дистанция очень длинная, тут ещё играет большую роль, значит, жара. Жара была действительно до 35 градусов в уровне бега. Вот, хочется пить, происходит обезвоживание организма, поэтому и ноги устают, и организм устает, и поэтому было тяжелее на полумарафоне. С этим соревнованием я готовился очень упорно и целенаправленно. Вот, моя, конечно, подготовка длилась очень долго, всю зиму и вот летнее время тоже. Его азарту, самоотдаче и желанию победить можно только позавидовать. Сейчас Николай Иванов готовится покорить ещё одну вершину. В 2021 году его ждёт Япония. Там пройдут всемирные игры ветеранов спорта. Рифат Фатколин, Андрей Спиридонов, Республика.